Девушки отдыхают Девушки отдыхают Уже тогда, в конце 80-х, иностранные разведки любыми способами пытались выяснить секреты русского ракетного оружия Нами фиксировались как отдельные иностранные граждане А среди них были и установлены разведчики иностранных государств Они пытались осуществить эскизные наброски тоже отдельных узлов или приборов ракетного этого комплекса Демонстрация комплекса «Искандер» в мае 2008 года стала неприятным сюрпризом для европейских стран-членов блока НАТО Благодаря своим уникальным качествам он способен изменить баланс сил «Искандер» стал первым оперативно-тактическим ракетным комплексом, созданным уже в современной России Он специально разработан для прорыва систем противоракетной обороны Которые США, вопреки мнению российской стороны, продолжают создавать возле ее границ Сегодня мы расскажем о том, как тактические ракеты из вспомогательного средства сухопутных войск превратились в важнейшую составляющую обороноспособности страны Именно это оружие сегодня определяет готовность армии вести современные бесконтактные боевые действия Ракетная паутина 1941 год 14 июля, в 15.15 минут, станция Орша, забитая немецкими воинскими эшелонами, превратилась в огненный шар Фашистская артиллерия обрушила на позиции, из которых велся огонь, град снарядов Но там уже было пусто На следующий день, в десятках километрах от места первого удара, огненный смерч накрыл скопление войск в районе переправы через реку Оршица И вновь германская артиллерия впустую тратила снаряды А летчики Люфтваффе тщетно высматривали позиции русской огнеметной пушки Немцы прозвали ее органом Сталина, советские солдаты Катюша Реактивный миномет БМ-13, как официально именовалось это оружие, стал первой ракетной системой, примененной в боевых действиях Ее неуловимость и внезапность удара объяснялась тем, что пусковая установка размещалась на грузовике В 2004 году на вооружение российской армии поступил оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» Самоходная пусковая установка позволяет готовить старт из так называемой готовности с маршем Данные о цели вводятся в бортовой компьютер еще в движении Достигнув расчетной позиции всего через 4 минуты, «Искандер» производит запуск первой, а еще через минуту второй ракеты Только тогда противник получит шанс обнаружить установку, но ее уже не будет на этом месте Вот как бы существует такое мнение, и мнение, конечно, правильное Что правильно спроектированная техника, правильная конструкция функциональная, она должна быть и красивой Ну, на мой взгляд, конечно, стартный комплекс, самоходная пусковая установка «Искандер» безусловно красива Конечно, красиво по-своему, по-военному, так сказать, «Мерседес» по-своему От первой «Катюши» до современного «Искандера» российские конструкторы вели борьбу за превосходство в четырех главных качествах, определяющих боевую эффективность армейского ракетного оружия Тактической маневренности, скрытности, оперативности и огневой производительности 1957 год Ужасающая мощь ядерного оружия и приближающийся апокалипсис породили настоящий культ атомной бомбы Люди жили мыслью о ней, ей посвящались картины, фильмы и песни Колоссальные потери мирного населения, которые США могли понести в случае ответного советского ядерного удара Заставили американских политиков и военных предложить новую стратегию – удара только по военным объектам Будущие боевые действия виделись им как противостояние вооруженных сил Вдали от американского континента, перемалывающих друг друга с помощью тактических и оперативно-тактических ядерных ракет Совершенно секретно, 25 ноября 1957 года Москва, начальнику генерального штаба вооруженных сил СССР Василию Соколовскому На вооружение Бундесвера поступили американские ракетные тактические комплексы «Онест-Джонс» с ядерными боеголовками Дивизион, оснащенный этими ракетами, планируется иметь в каждом армейском корпусе Новые ракетные комплексы являются прямой угрозой обороноспособности СССР Начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил СССР Михаил Шалин Американцы воспользовались опытом советских «Катюш» для того, чтобы тактические ракеты могли избегать ударов авиации и артиллерии противника Ракета «Онест-Джонс» была размещена на базе армейского грузовика За простоту и массовость этот комплекс назвали ядерной базукой американской пехоты В Советском Союзе было принято решение о создании тактических ракет с аналогичными характеристиками В 1957 году в Московском институте теплотехники началась разработка ракеты «Луна» Чтобы достичь превосходства в тактической маневренности, она размещалась на базе легкого танка ПТ-76 Но выигрыш оказался условным Теоретически установка могла развивать по грунтовым дорогам скорость 40 км в час Но уже при 16 возникали перегрузки, недопустимые для ядерной боевой части Поэтому в 1961 году, еще до постановки «Луны» на вооружении, началась ее модернизация Создание стартового комплекса новой «Луны-М» поручили Волгоградскому центральному конструкторскому бюро «Титан» Возглавлял его выдающийся военный инженер, один из авторов пушки для знаменитого танка Т-34 Григорий Сергеев «У него, по сегодняшней оценке, не было глубоких теоретических знаний У него была колоссальная инженерная интуиция, колоссальный опыт И опираясь на предыдущие созданные, он всегда отталкивался и давал какие-то новые идеи Вот идеи, конечно, он мог, способен был генерировать И как бы иногда немножко на пальцах, так сказать, объяснял Вот там, используя какие-то неинженерные термины Но он давал абсолютно правильное направление, которое после реализации оказывалось, ну, единственно правильным В отличие от американцев, Волгоградские конструкторы для тактической ракетной установки Решили использовать не штатный армейский грузовик, а колесный вездеход Для этого они обратились к Виталию Грачеву, главному конструктору московского автозавода имени Лихачева Знаменитый король бездорожья предложил удивительную плавающую машину Военные были в восторге В условиях Европейского театра боевых действий со множеством водных преград Это было важнейшим качеством Но, увы, от идеи плавающего ракетного комплекса пришлось отказаться На Дону провели легкое испытание с грузовым макетом И получили недостаточную плавучесть, недостаточную устойчивость, в общем, опрокидывание, значит, этой плавающей машины Позже, на базе этого проекта, Виталий Грачев создаст уникальный поисково-спасательный комплекс для космонавтов «Синяя птица» А для «Луны-М» на московском автозаводе был разработан неплавающий четырехосный ЗИЛ-135ЛМ Две пары колес были расположены в центре машины Благодаря чему она легко преодолевала рвы шириной в полтора метра Таким образом, по проходимости, ЗИЛ-135ЛМ практически не уступал гусеничным машинам Но значительно превосходил их в скорости и мягкости хода Эта плавность движения однажды сыграла злую шутку На транспортной машине пробеговые испытания были, мы потеряли изделия И даже не заметили, по кругу ездили, там глянули, а изделия нет К счастью, все обошлось и ракету нашли Но пришлось поломать голову над тем, чтобы предотвратить подобное в будущем В целом же, волгоградские конструкторы удачно распорядились габаритами ЗИЛа Все агрегаты, необходимые для осуществления пуска, размещались непосредственно на машине Для обеспечения температурного режима ядерной боевой части были созданы термочехлы из оленей шерсти На стоянке головную часть отапливали специальным агрегатом, расположенным сразу за кабиной Луна-М по всем параметрам превзошла своего заокеанского конкурента Ракетный тактический комплекс «Онос-Джонс» На нем боевой расчет состоялось 17 человек, а на Луне-М из 7 При этом американская транспортно-заряжающая машина везла всего одну ракету И для ее подъема нужно было специальное устройство А на советской машине подъемное устройство было установлено прямо на пусковой Однако этого советским военным показалось недостаточно По их настоянию комплекс в прямом смысле взлетел на воздух В период работы над Луной-М советская разведка получила сведения о том, что в США ведется разработка вертолетного варианта комплекса «Онос-Джонс» Винтокрылая машина могла бы перебрасывать небольшой стартовый комплекс вдоль линии фронта и даже в тыл противника В считанные минуты расчет готовил бы ракету и производил пуск, откуда его совсем не ждали Однако у американцев не оказалось достаточно мощного вертолета, зато он был в Советском Союзе 1 октября 1957 года сигнал первого спутника провозгласил начало космической эры Советский Союз вырвался вперед во всех областях науки и техники Акцент на вертолете 556 с грузом 6 тонн 10 килограммов для высоты 2000 метров Советские летчики превзошли этот мировой рекорд Вертолет Ми-6 с грузом свыше 12 тонн подняться на 2400 метров Уникальный винтокрылый тяжеловес Ми-6 стал основой для создания отечественного вертолетного ракетного комплекса Луна-МВ Колесное шасси для пусковой установки волгоградским конструкторам пришлось разрабатывать самим буквально из подручных средств То есть автошасси для вертолетной пусковой установки мы сделали сами на заводе А двигатель москвича поставили, а колеса вертолетные были Гибрид москвича и вертолета оказался удачным Он в пять раз превысил задания военных по скорости, разгоняясь до 25 километров в час Да и по проходимости оказался на высоте К месту погрузки на вертолет пусковую установку, как правило, доставляли на буксире мощным кражем На полигоне в Ленинграде мы по бездорожью полезли, с ним краж застрял, потом мы сами, как говорится, рискуя всем своим давать отсыплять, мы сами поедем И мы сами поехали на стартовую позицию и выехали В испытаниях Луны МВ участвовал экипаж под командованием знаменитого летчика-испытателя Юрия Горнаева Именно он в свое время поднял в воздух, пожалуй, самый необычный летательный аппарат – турболет В рамках проверки вертолетной пусковой установки нужно было доказать, что даже в случае жесткой посадки комплекс сможет выполнить боевую задачу Поэтому программа полетов была необычайно опасной К удивлению летчиков, в рискованных испытаниях неожиданно вызвались участвовать и два молодых конструктора из Волгоградского Титана Мы где-то прослышали, но это правда у них были по порядку такой, что если 50 часов летных на леталке, то дополнительно к отпуску, там чуть не 10-12 дней Но мы решили побороться за эти 12 дней, ну и налеты делали вместе с экипажем Сидели, это самое, ну, сложнейшее, там, а там много очень упражнений такие, как метр оторваться и метр держать в высоте, держать вертолет, чтобы он не колебался Летали под, ну, на высоте, там, до 300-400 метров поднимались и отрабатывали, он выключал двигатели И, вернее, на самом радиационном режиме он начинал опускаться, потом снова включал, ну, очень сложнейшие эти были Мы там натерпелись Однако получить заветные дни к отпуску Николаю Берекову и его другу было не суждено Ну, и мы там самые радостные приехали, справки привезли, что мы, наверное, отлетали Ну, а Юрий Иванович, главный конструктор, он говорит, а кто у вас сюда, самая? Я вам сейчас приказываю, почему, а наказание у вас? Почему вы в вертолетах летали? Ну, естественно, никаких мы не получили недоплаты, только выигры получили К 1964 году луна МВ прошла все испытания Но тут неожиданно в дело вмешался человеческий фактор Новый комплекс показали главе СССР Хрущеву и его заместителю Брежнев Леонида Ильича, большого любителя автомобилей, заинтересовал колесный гибрид, созданный в Волгограде Задал вопрос по вертолетной установке, вот как обслуживать Я говорю, да, обслуживание, все нормально У нас уже на этой машине мы возили маршала Чуйкова Поэтому он уже проверил, как сидеть, как управлять Позже Глеб Григорьев корил себя за эту фразу Мне потом офицеры сказали, вот ты зря насчет Чуйкова Потому что у Никиты Сергеевича с Чуйковым были, так сказать, очень серьезные трения еще со времен войны Дальнейшие события подтвердили эти слухи История летающей пусковой установки закончилась, так и не начавшись Никита Сергеевич произнес одно слово Не нужна И все, на этом кончилось Трагически сложилась и судьба летчиков, участвовавших в испытаниях Луны МВ После прекращения работ над ней Экипаж Гарнаева был послан на тушение пожаров во Францию Во время одного из полетов его МиГ-6 задел линию высоковольтных передач и разбился Опыт разработки вертолетного ракетного комплекса Как и попытка создания плавающей пусковой установки Все же нашли продолжение В начале марта 1999 года в аэропорту Грозного Террористами был похищен полномочный представитель МВД России в Чечне Геннадий Шпигун В ответ федеральный центр усилил меры по борьбе с чеченскими бандформированиями Со стороны Ставрополя был выставлен дивизион ракетных установок «Точка» Несколько раз высокоточные ракеты накрывали готовившихся к нападению боевиков и их базы Если бы политическое руководство еще при первой войне чеченской Приняло бы решение применить «Точку» То мое глубокое убеждение, что второй чеченской войны не было бы вообще Высокоточную управляемую ракету «Точка» Начали разрабатывать еще в 1967 году в Коломенском КБ машиностроения Под руководством знаменитого конструктора Сергея Непобедимова Человек, я бы сказал, инженерной абсолютно ориентации Но у него всегда был политический клон Он всегда понимал, для чего мы творим Он всегда понимал, что мы делаем не абстрактные какие-то железки Которые могут быть применены, а могут быть не применены А он ставил конечную цель, чтобы это было удобно для тех действий Которые будут в основном применению вооружения Сергей Непобедимый доверил Волгоградскому «Титану» Разработку самоходной пусковой установки для «Точки» Созданная на трехосном шасси Брянского автозавода Она обладала прекрасной проходимостью Кроме того, в ней нашла продолжение идеи летающего ракетного комплекса «Луна-МВ» «Точка» стала авиатранспортабельной То есть ее можно было оперативно перебразывать самолетами военно-транспортной авиации В любое место Кроме того, волгоградские конструкторы Впервые в мире разместили ракету на плавающем шасси Задача оказалась не из легких У нас были на первых образцах Это волнорезы, называются такие Это впереди, ну, как типа утюг На штуке выдвигается И чтобы набегающую волну гасить Он якобы должен гасить ее и это самое Ну, той развесовки, той веси, которая у нас из огромной Когда мы водомет возметаем То машина ныряет и под воду уходит И где-то под лобовые стекла Полностью она водитель сидит в воде Говорит, я ничего не вижу, я вижу, что только плавает Сняв волнорезы, конструкторы убедились Что форма машины в виде лодки-плоскодонки Прекрасно поддерживает пусковую установку на поверхности воды и без них Зато выявилась другая проблема Транспортно-заряжающая машина сильно кренилась на борт Если несла не две, а одну ракету Военные наотрез отказывались принимать комплекс Пока это не будет устранено Мне очень приятное удовольствие Когда ты или в сторону водителя, или в сторону оборот Ты сидишь один в воде, а другой немножко выше воды сидит Ну и пришлось привлекать определенные институты Чтобы доказать, что такой плав допустим Единственное, что-то нашли, да Оказывается, в литературе вот этих больших ученых Есть угол паники А угол паники – это порядка 12 градусов И вот этот градус, который мы еще не доработали Нас исполнили, что с этим плавом можно существовать Военные, понимая, что точка относится к качественно новому поколению ракетных комплексов Проявляли повышенную требовательность Иногда это приводило к конечным ситуациям Однажды перед испытаниями на плавучесть Механики забыли закрыть один из люков И в пусковую установку точки набралась вода Военный заказчик после проверки комплекса записал в акте замечание В кабине плавают мальки И потребовал от конструкторов разработать устройство Препятствующее проникновению водной фауны внутрь ракетного комплекса С большим трудом это абсурдное требование было снято Способность преодолевать водные преграды Авиатранспортабельность и высокая проходимость Подняли тактическую маневренность точки на небывалую высоту Вместе с тем конструкторам точки Удалось достичь еще одного важнейшего Для тактических ракетных комплексов качества Скрытность Ракета находилась внутри машины На марше, с воздуха или из космоса Отличить ее от обычного грузовика было невозможно А на позиции точка внезапно исчезала Ракета могла стрелять В отличие от всех Из окопа Специально делался окоп Дальше, значит, въезжала машина И закрывалась сетью И когда нужно со створками, они параллельно отходили И открывалось это И за 15 секунд поднималась ракета И выстреливалась И через несколько минут Пусковая установка уходила Сергей Непобедимый, главный конструктор комплекса До сих пор и не знает, что чудом остался жив во время работы над точкой Непобедимый пришел ночью посмотреть пусковую Мы с макетом приехали И так в спешке была работа, что мы ракету не закрепили по походному И стали поднимать ее При этом ракета, я сидел за пультом управления и поднимал И хорошо, что я вылез из кабины и смотрел, как она идет Она поднялась, вдруг она отходит от направляющей Эти секунды Бирюков запомнил на всю жизнь Ракета падала прямо на главного конструктора комплекса А тот даже не подозревал, что находится на волосок от гибели Она подошла к верху и слух лоб стукнул с направляющей А внизу скрежет Она рулями начала гнуть наши площадки Это помогло, что она не упала назад, где стояла непобедимым Он спросил, что это такое у вас? Да нет, все нормально Только когда ракету осторожно опустили на пусковую Можно было перевести дух Здесь перекол был Ну, естественно, после этого определенные защиты автоматики появились Ручка должна быть в таком-то положении Полная защита была обеспечена, чтобы не было таких нюансов В 1976 году комплекс «Точка» был принят на вооружение Став первым высокоточным ракетным комплексом сухопутных войск Невзирая на то, что точность целеуказания в ту пору была невысокой Но у военных образовалось вот крыло, которое говорило так С чего-то надо начинать Нет хороших высокоточных ракет Значит, незачем высокоточные целеуказания Вот пусть первым двигателем-паровозом в этом деле будет ракета А под нее подтянем и целеуказание Ну, собственно говоря, история показала, что это правильно По классификации НАТО за способность зарываться в землю «Точка» получила имя «Жука-скоробея» В Древнем Египте его считали символом военной удачи Название оказалось пророческим Комплекс до сих пор состоит на вооружении российской армии В 1989 году появилась его наиболее совершенная модификация «Точка-У» С дальностью стрельбы до 120 километров На ее примере хорошо виден путь, который прошли конструкторы Высокоточный ракетный комплекс «Точка-У» Является эффективным оружием войсковых ракетных подразделений На всей траектории полета до цели Ракета управляется автономной инерциальной системой управления Для достижения наибольшей площади поражения Обеспечивается воздушный подрыв боевой части на цели Ну вот первый комплекс «Луна-М» Ну это фактически ракетная артиллерия Неуправляемые ракеты, которые наводились по вертикали, по горизонтали С помощью там маховиков Хотя там был механический привод В прицел, значит, оптический смотрели Там все это выставляли И ба-бах, полетели Дальше комплекс «Точка» Первый в мире роботизированный комплекс Фактически от нажатия на одну кнопку Дальше все совершалось самостоятельно И ракета, прицеливаясь в горизонтальном положении Кстати, что вот тоже была одним из первых у нас Уходила, значит, была возможность ее перенацеливать В определенном секторе во время полета Возможность перенацеливать ракету в полете Была отражением борьбы за оперативность Качество, которое в 70-х годах приобрело особое значение В июле 1976 года в Афинах состоялась церемония зажжения огня 21-й Олимпиады со столицей Монреаль Его доставку на другой континент Было решено провести с помощью современных технологий Огонь был преобразован в лазерный луч, который через спутник Передали в Канаду и зажгли вновь Все действие заняло доли секунды Информационные технологии полностью изменили облик войн Разведывательная сеть словно паутина опутала территорию стран Варшавского договора Данные от спутников, самолетов и кораблей-шпионов Станции радиоперехвата и даже гражданских авиалайнеров Стекались в пункты обработки Чтобы затем превратиться в целеуказание ракетам, артиллерии и авиации Стать основой планов будущих военных операций Блокировать потоки информации было невозможно Но можно уничтожить паука, контролирующего все нити То есть командные центры, узлы связи, радары и аэродром В природе самым опасным врагом паука является другой паук Именно так назвали в НАТО советский ракетный комплекс АК Почему паук? Паук, он плетет невидимые паутины Поэтому вот комплекс АК, он невидимый, маневренный Собственно говоря, момент пуска ракеты и подготовки к пуску Он от глаз закрыт совершенно И буквально там за 20 секунд после открытия крыш пусковой установки Подъем изделия и пуск за эти 20 секунд, так сказать, поймать этот момент Средствами радиолокационного и там авиационного обнаружения Тяжело, а тем более сопровождать Внешне АК была похожа на точку Но являла собой следующий этап в развитии ракетной техники Там была шкала нониуса, как на штангенцирк Надо крутить что-то Затем эти данные надо было с помощью клавиш вводить в систему управления Это было все комплексировано Все это было, начало делаться автоматически Мы частично начали уже внедрять блочно-модульный принцип построения своей техники Который полностью был реализован уже на АКЕ На АКЕ средства навигации, топопривязки, метеоразведки, связи и обработки данных В общем, все, что было необходимо для старта ракеты Размещалось на пусковой установке Полная автономность нашла неожиданное применение во время испытаний Жители степей знают, какой она бывает коварной и переменчивой Например, у казахов есть легенда Как пятеро друзей зимой отправились в соседний Аил А всего через час налетела снежная буря, продолжавшаяся целую неделю Так и сгинули они, не осталось следа С той поры коварный степной ветер называется бешкунак Пять кунаков или пятеро друзей В 1983 году во время испытаний на полигоне Капустин-Яр Внезапно налетевшая пурга отрезала в степи на контрольном пункте группу солдат Посылать спасателей на вездеходе было опасно Заблудились бы, а положение становилось отчаянным У людей кончалось продовольствие и топливо И тогда на помощь отправили пусковую установку АК Благодаря системе навигации в кромешной мгле Ее экипаж нашел погребенное снегом укрытие и эвакуировал солдат Комплексу точка для подготовки к пуску ракеты требовалось 20 минут А АК всего 5 Это позволило перейти на следующий уровень оперативности Удару по цели в режиме реального времени В 1987 году состоялось первое испытание комплекса АКУ Новая ракета летела не по баллистической траектории А управлялась на всем протяжении полета Это позволяло использовать ее в составе разведывательно-ударных систем Целеуказание на пусковую установку поступало непосредственно от источника информации Например, самолета дальний радиолокационный разведка Ракету можно было оперативно перенацелить прямо в полете Это было важно для поражения движущихся целей Таких как танки на марше, самоходная артиллерия, мобильные командные и связные пункты Таким образом, советские конструкторы уже в 80-х годах Вплотную подошли к созданию оружия бесконтактных войн В 1987 году президент США Рональд Рейган и глава СССР Михаил Горбачев Подписали договор о сокращении ракет малой и средней дальности АК, имея дальность 400 километров, формально не подпадал под его действия Но американцы настояли на уничтожении комплекса Мы могли бы при имеющемся в то время только комплекс «Точка» Могли бы проводить только операции небольшого масштаба, тактического звена А дальние операции, как во время войны, типа берлинской операции и так далее Мы уже не могли после того, как все это было уничтожено Положение могло быть еще хуже Но воля и предвидение конструкторов и военных спасли Россию от полного разоружения В 1989 году три ведущие фирмы по разработке тактических и оперативно-тактических ракетных систем Коломенское КБ машиностроения Московский Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики И волгоградское ЦКБ «Титан» В инициативном порядке начали создание комплекса «Искандер» Вот сегодня говорят «Искандер» А «Искандер», между прочим, прошел три фазы развития Никто сегодня не обращает внимания, что «Искандер» только поступил на вооружение, а уже имеет букву «М» «Искандер-М» Был первый «Искандер», совсем не такой, тоже делалось под нашим руководством Потом военные сказали, это не то, что надо, потому что вот надо вот увеличить производительность, огневую мощность Мы положили две ракеты, и это стал уже «Искандер-М», который тоже в двух вариантах был Вот, и вот, наконец, вот последний вариант, который сегодня есть Ну, я считаю, что, конечно, очень удачно получилось «Искандер-М» вобрал все лучшее из того, что было использовано при создании четырех поколений армейских ракетных комплексов Но во многом отличается от них Например, конструкторы отказались от плавучести Увеличение дальности стрельбы до 400 километров позволяет «Искандеру» атаковать из глубины своей обороны, а не из боевых порядков И таким образом необходимость преодолевать водные преграды отпала Зато освободившееся место и лес позволили разместить на одной пусковой установке сразу две ракеты Возникла мысль назвать так, чтобы что-то звучало от военного, от мощи военной, от полководца Ну, назвали «Искандер» А потом, когда уже перешли на вариант «Искандера» с двумя ракетами, тут все окончательно встало на свои места «Искандер» с двуологией Двуракетность, как и двуствольное ружье, существенно повышает вероятность поражения цель Кроме того, для той же огневой мощи нужно меньше пусковых установок В отличие от своего предшественника комплекса «АКА» «Искандер» не является носителем ядерного оружия Его результативность измеряется не килотоннами, а метрами отклонения от точки прицеливания Сегодня на полигоне Капустин-Яр проходит испытание новейший оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» Наследник знаменитой «АКИ» Он обладает еще более совершенной системой навигации Ведь от правильных координат пуска зависит точность попадания На максимальной дальности 300 километров ракета «Искандер-М» отклоняется не более 10 метров «Искандер-М» построен по модульному принципу Что позволяет улучшать боевые характеристики без разработки новых пусковых установок Кроме того, комплекс стало проще обслуживать Сейчас мы мгновенно диагностируем неисправность с точностью до блока Блок меняется из зипа То есть повышается надежность, повышается ремонтопригодность стартовых комплексов То есть делается все, чтобы, не дай бог, не сорвать ракетный пуск Все для этого Комплекс «Искандер» позволяет делать то, что вчера еще казалось фантастикой Видеть цель за сотни километров Определять свои координаты и объекты поражения Производить сложнейшие расчеты Анализировать тысячи различных параметров, влияющих на полет ракеты Обмениваться информацией со средствами разведки в режиме реального времени И еще многое, что влияет на точность пуска И тем не менее, при всей сложности устройства боевой машины и ракеты Работа расчета значительно упростилась То же самое происходит и в обычной жизни Вряд ли пользователь знает, как устроен сотовый телефон, компьютер или телевизор Впрочем, это не мешает их применять Развитие идет от простого к сложному Но это усложнение техники становится как бы внутренним Это усложнение техники, самое главное Все меньше и меньше напрягает, ну скажем так, оператора То есть для человека, который руководит этой техникой И который обслуживает ее Она не становится более сложной Она наоборот становится более простой Хотя может быть требует новых знаний Досконального изучения и знания документации эксплуатационной и все проще Но безусловно она становится все-таки проще Хотя на самом деле усложняется Сегодня в учебном центре ракетных войск и артиллерии Создано три дивизиона комплексов Искандер-М До конца 2015 года в российской армии будет пять бригад Оснащенных этим уникальным оружием Сегодня страна готова обеспечить вооруженные силы Обеспечить решение задач военной безопасности Экономические Конечно, средств еще недостаточно Но эти средства позволяют нам перейти от выпуска отдельных образцов вооружения И военной техники к их серийному производству А значит наместить комплексную модернизацию вооруженных сил В 70-х годах появление первой высокоточной ракеты «Точка» Заставило разработать новые системы разведки Вот и сегодня Искандер способен стать локомотивом для развития военных информационных технологий Большая работа проводится в создании новых комплексов разведки, связи, автоматизированных систем управления Известны работы по созданию навигационного комплекса «ГЛОНАСС» Обеспечивающего создание отечественных образцов высокоточного оружия Создание единого информационного поля В районе ведения военных действий 29 мая 2007 года Российский полигон «Капустин-Яр» Пуск разрешаю В 17 часов 50 минут по московскому времени С мобильного комплекса «Искандер» Был произведен запуск новейшей крылатой ракеты Через 3 минуты 30 секунд она снизилась до высоты 100 метров Ее скорость в этот момент была 250 метров в секунду Ракета прошла несколько пунктов поворота маршрута Примерно на половине пути она еще раз снизилась и исчезла с экранов радара Если бы не установленная на ней радиоаппаратура, отследить полет было бы невозможно Через 24 минуты ракета поразила цель Испытания новейшей крылатой ракеты Р-500 показали, что Россия восстанавливает позиции в области высокоточного оружия Это позволяет говорить о возможности противостоять агрессору в современных бесконтактных войнах Наверное, самое время вспомнить американскую пословицу «Лучше быть в безопасности, чем сожалеть» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова